с российскими десантники на десантниками на киевском направлении потому что там они старались продвинуться до самой столицы и они видимо не ожидали чтобы тоже свечен отпор попали очень быстро под артиллерийский огонь украинцев и в таких условиях когда вас обстреливают непонятно откуда просто вы едете по дороге по вам прилетает снаряд и вас разрывать на куски и это ваши служивцы все это видят естественно они реагировали особенно жестко в этих условиях на всех людей вокруг в каждом похожем они видели наводчика аккредитировщика артиллерии и поэтому вы видели много-много кадров в целом с киевского паре не только будь а в целом с этого направления где происходит такие внесудебные казни самая типичная картинка когда допустим не связано с киевским направлением это видеозапись где мы видим это кого-то частные строение тут из поля там дачный массив по дороге едет по логой и штаври или какая-то такая машина ну старая советская которая двое пенсионеров дома дедушка и бабушка они приближаются к перекрестку к которому с параллельного направления точнее справедливо направления приближается российская военная колонна впереди всех там есть бмп боевая машина пехоты она замечает эту легковую машину останавливаться и тут же начинает по ней вести огонь хотя это гражданская машина то есть они нет никаких маркировок обозначающих принадлежность ее к армии украины тем не менее это боевая машина пехота открывает огонь по этой машине и просто разносит в щепки естественно оба пенсионера там погибли и дальше-то дальше спокойно это бмп уезжает и такое происходило с многими цене там другое видеозапись которую опубликовала по-моему cnn где опять же тоже на киевском направлении какие-то российские военные подъехали каком-то автосалону спросить сигареты у местного охранника и кого там еще и тестики охранник и директор салона пришли к этим военным противопообщались с ними даже нормально и передали сигарет или сказать что их нету все закончилось мирно и охранники и директор салона уже поворачиваться уходит и потом российские солдаты просто прицеливается и убивает их прицельным выстрелом из автоматов тоже видимо полагаю что лучше свидетелей не оставлять то что мало ли сейчас там эти двое позвонят в армии украины скажут где российские солдаты на виду такой вот эти вот это циничность и на приватическое приватическое отношение к жизням обычных мирных граждан это конечно больше всего трогает шокирует скажи она